Здравствуйте, наши прекрасные подписчицы! Я рада вам сообщить, что случилось о чудо, потому что мы смогли выдернуть чуть-чуть времени у нашего великолепного гинеколога, который мой личный врач уже 20 лет. Это очень занятой человек, и она согласилась ответить на ваши вопросы, посвятить вам несколько выпусков и помочь вам разобраться в вопросах, которые вас так сильно беспокоят. Поэтому я рада сообщить, что мы сегодня стартуем этот прекрасный проект. Потоцкая Татьяна Андреевна. Здравствуй, Танюш! Здравствуй, Людмила! Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам свои регалии, для того, чтобы они понимали, с кем мы имеем дело. С радостью! Я врач-гинеколог, который занимаюсь своей профессией и совершенствуюсь в этом направлении с 1996 года. Закончивая университет, я стала работать в гинекологическом отделении, занимаясь лечением пациенток в стационаре. Ну и встречалась, соответственно, с теми пациентами, которые уже достигли определенного состояния, нуждающиеся в помощи. В конечном итоге все дальнейшая моя жизнедеятельность была направлена на то, чтобы все больше и больше углубляться в причины этих состояний и максимально, скорее всего, так получилось уходить от того, чтобы эти пациенты оказались в стационаре. Это стало мне очень интересно, потому как любое заболевание нужно и правильно предупредить, нежели в конечном итоге прибегать к каким-то радикальным методам лечения. В конечном итоге у меня получилось объединить поликлиническую, амбулаторную, медицинскую помощь гинекологического направления, сохранив стационарное лечение, что тоже интересно. Ну и нельзя сказать ту вещь, что в конечном итоге, если доктор узкий человек и занимается исключительно только своей профессией узко, ну успех его не очень-то ждет, потому что в любом случае, как показала практика, мы являемся гинекологи, являемся теми женскими врачами в широком смысле слова, когда к нам обращаются и в принципе в спокойной обстановке выкладывают всю душу, все мысли. И в конечном итоге мы одни из докторов, которые для женщины являемся той точкой отправной, которая, возможно, по надобности отпускает уже и отправляет дальше для того, чтобы быть им полезным в разные возрастные категории и уже привлекаем, соответственно, кардиологов, стоматологов и остальных смежных специалистов. Поэтому как раз и смотреть на женщину надо широко, чтобы в конечном итоге патологии у нее было как можно меньше. Поэтому занимаясь и амбулаторными консультациями, и эндокринологическими советами, и когда приходится хирургическими методами лечения, чему очень рада. А еще я знаю, что ты занимаешься эстетическим направлением. Да, без этого никак. И в принципе, в общем-то, я очень довольна и так развивающимся стремительно событием нашей жизни. Ну, в общем-то, человек, который в тренде, который пытается быть интересен сам себе в первую очередь и, соответственно, своим пациентам, не может оставаться в стороне. С учетом того, что эта зона колоссальным образом влияет и на самочувствие, самооценку самой женщины, и на, как показывает практика, взаимоотношения в семье. Поэтому очень готова и продолжать там же развиваться. Да, потому что нам, рожавшим женщинам, очень нужна эстетика. Это действительно так, потому что все равно после родовые изменения визуальные от них никуда не деться. И очень круто, что есть такая часть медицины, которая наконец-то помогла женщинам приобрести уверенность в себе. Потому что наши сферы деятельности центра Women Insight — это отношения между мужчиной и женщиной. И действительно здоровая, красивая, ухоженная самка — это всегда круто. И очень рада, что гинекологи нам в помощь. Я думаю, что как раз наши усилия докторов совместно с вашими направлениями, мыслей наших дам все-таки в любом случае реализуют их максимально в их жизни. Да. Я хочу рассказать нашим подписчицам о том, что Татьяна была нашим ангелом-хранителем, когда мы впервые открылись. Это было 12 лет назад, когда мы нашли методику, начали тренировать интимные мышцы у женщин. И, естественно, возникло миллион медицинских вопросов, которые нужно было выяснять для того, чтобы не навредить нашим девочкам. И Татьяна — это был первый врач, который всерьез посмотрел на нас и поддержал нас, и поддерживает до сих пор. Поэтому одесситки, все женщины одессы. Вот она, решение ваших проблем. Пожалуйста, обращайтесь. Так, пожалуйста, узкогинекологических. Узкогинекологических, конечно. Меня так разрекламируешь, что я… И эстетических тоже. Здравствуйте. Это все пока мы в общем решаем. Да. В свою очередь мне это было тоже очень интересно, в силу того, что это было ново, это было смело, это было просто такая пионерия на постсоветском пространстве, и это было как-то скрыто вообще от разговоров. В конечном итоге я очень рада, что весь этот путь я рядом. Каждый раз я, осматривая пациентов, вспоминаю, что это то, что они достигают, я вижу в конечном итоге при осмотре, стимулирую их максимально к продолжению занятий, потому что на самом деле есть эффект. Ничто в жизни ни женщинам, ни мужчинам, а женщинам вдвойне и втройне, потому что нагрузка высока, и планка высока, не дается легко в этой жизни. И благодаря вашему правильному позиционированию девочки, перекладывая колоссальные усилия, поймимой эстетики, ну в общем-то они соблюдают топографию своих органов благодаря укреплению каркаса. А это наша промежность, наши вагинальные мышцы, и та часть вопроса, которую они наблюдают и видят результат, это лишь та, которая не чувствует. А я как доктор заявляю, что это профилактика огромных нарушений и заболеваний сферы гинекологии. Спасибо, Танечка, очень приятно. Да мне прямо мяу-мяу-мяу. Так, ну что, мы вернемся все-таки к вопросам девчонок наших, и вот, ну, такие всегда задаваемые вопросы. Я хочу, чтобы ты развеяла уже все мифы и все... Я буду стараться. Да. Мифы продолжают накапливаться, интернет нам в помощь. Слушай, значит, вопрос. Нужно ли ходить к гинекологу, если ничего не болит? Если да, то как часто? И какие дни цикла лучше выбрать для того, чтобы посещать гинеколога? Ну, не буду лукавить. Мы рады, когда вы приходите. Это определенный опыт в любом случае. И профилактические осмотры, так как я с чего начала свою речь, профилактика всегда проще, нежели лечение. У нас в гинекологической части нашего организма есть видимые проблемы, таковы как боль, возможные какие-то ощущения дискомфорта, нарушение цикла. А есть те вопросы, которые мы не можем наблюдать самостоятельно, даже подозревать не можем. Эта часть касается шейки матки. Этот орган визуализирует исключительно доктора, берут оттуда соответствующие анализы и в конечном итоге мы понимаем, как часто в дальнейшем наблюдать этот орган. Так вот, когда ничего не болит, все же стоит прийти, для того, чтобы удостовериться, что и не нужно часто ходить, и возможно будет достаточно раз в году. Более того, гинекологическая, репродуктивная система, она очень зависима от эндокринологической системы в целом и от окружающей среды, от стрессовости, от климатических перемен. И в конечном итоге, когда какая-то случается уже шероховатость, многие вопросы нормализуются сами, а многие вопросы уходят в сторону патологии. Поэтому даже если ничего не беспокоит, раз в году стоит прийти, это культура. Культура следит за своим здоровьем, ее заводить нужно чем раньше, тем лучше. И кому повезло, эту культуру воспитывают в семье. Сейчас я вижу как раз, чему тоже рада, эту культуру начинает воспитывать в семье молодое поколение. И зачастую дочери приводят матерей. Да, мы тоже этим занимаемся. Да, поэтому я считаю, что визиты нужны. И как часто визиты нужны, потом уже непосредственно, после первичного осмотра, доктор озвучит. Потому что я знаю женщины, которые считают, что у меня нет половой жизни. Что мне может понадобиться у гинеколога? А потом выясняется, что у нее как раз из-за того, что отсутствует половая жизнь, у нее там всякие застойные процессы, начинаются изменения и так далее. И они считают, что ходить к гинекологу нельзя. Нельзя, в смысле, незачем. Да, а мы говорим, что нужно. А какой день цикла выбирать лучше? Не отвечу, да, потому что каждый индивидуальный и в своем самочувствии, и в своем длительности своего цикла. А вот отправная точка, с чего желательно начать, это как раз сразу после месячных. В этот период мы можем отослать и не потерять цикл, если нужно сделать какие-то гормональные исследования. В этот цикл на УЗИ видны определенные нюансы по патологии эндометрии. И опять же, не надо ждать целый цикл. Ну и, собственно говоря, оттуда доктор уже дальше будет давать рекомендации о последующих визитах. То есть месячные закончились, и можно планировать визит к гинекологу. Круто, записали. Так, дальше. У меня месячные проходят всегда по-разному, с разными интервалами, разным количеством выделений. Подскажите, это норма? На самом деле, опять же, мы индивидуальны, каждая в данной ситуации зависит это от гормонального типа женщины, от генетики, от ее же образа жизни. Но будем говорить о классических наших классификациях. Менструальный цикл длиной менее 25 дней и более 35 дней все же считается вариантом патологии. Поэтому, возможно, мы готовы какой-то индивидуальный подход каждой пациентке применить. И если длительность цикла у нее будет 21-22 дня, но так было всегда, и при этом мы не нашли никакой патологии, возможно, мы примем этот ее индивидуальный цикл как нормальный. Но для общей массы девочек они должны понимать, что от 25 до 35 дней мы считаем цикл, длительность от начала менструации до начала менструации нормальной. Сама менструация более 5, максимум 7 дней идти не должна. А количество может быть один раз мало, другой раз обильненько? Обильность менструации абсолютно точно бывает разная. Но классика жанра такова, что в тот период, когда фертильность максимальна, мы считаем это с 20 лет до 40 лет, к сожалению, это вот вторая возрастная норма, все время у нас двигается в сторону омоложения. Я сейчас говорю о том, что все чаще и чаще мы встречаемся с ранним истощением работы яичников, с нарушением репродуктивной системы в этом направлении. То в этот фертильный максимальный период от 20 до 30, будем говорить, лет, все же мы надеемся на более-менее регулярный цикл менструальный по кровопотере. Опять же, если это выходит сама, допустим, количество осталось 5-7, но обильность наросла, и прокладки протекают, и, возможно, какие-то дополнительные ощущения, все же это стоит проконсультироваться с доктором. Подстраховаться, по крайней мере. Ну да. Опять же, это может быть такой намек и вовремя, если его, намек организму, если вовремя его нивелировать, то дальше патологии развиваться не будет. А есть уже какая-то причина, почему вот так сильно с 20 до 40 снижается вот фертильность? Мы имеем дело все-таки совершенно другим образом жизни, еще раз к этому обращаю внимание всех наших слушателей и зрительниц, в силу того, что наш образ жизни не сравнится с поколением предыдущим, стрессовость, стремление соответствовать ритму жизни, все же вносит определенный диссонанс в стройную работу репродуктивной системы. Многие девочки являются совами, поздно ложатся спать, и надо понимать, что это радикально влияет на выработку тех ферментов и биологически активных веществ, которые эту стройную репродуктивную систему держат в этой же самой стройности. Поэтому порой наш неправильный образ жизни, питание не совсем то, которое должно быть, ведет к дальнейшим нарушениям и репродуктивная система в том числе. Это не может влиять, не влиять на авариальный резерв, потому что опять же многие знают, что поменяв часовой пояс, перелетев куда-то на другой материк, мы вполне можем ожидать содержку менструации, либо наоборот более ранний цикл. Это еще раз подтверждение тому, либо там кто-то у нас стрессует вперед сессии, какие-то домашние неурядицы вполне могут сказаться на длительности цикла. И вот тот ритм достаточно сложный, такой круговорот, неспокойный, нестабильный, совершенно четко сказывается на авариальном резерве. Опять же, в этот вопрос готова углубляться, потому что это животрепещущая тема, репродуктологи бьют тревогу о том, что мы все чаще и чаще откладываем первую беременность, откладываем деторождение. Взываю к подрастающему поколению, к формирующимся, будущим мамам максимально стараться ненадолго откладывать эти планы в силу того, что мы яйцеклетки получаем дозировано, новые не появляются. На 6-8 неделе внутриутробного развития закладываются яичники уже с определенным количеством яйцеклеток, которые гибнут с каждой менструацией сотнями. И так случается, что к 35-38 годам авариальный резерв заканчивается, а девочки только думают о беременности. Да, это, конечно же, вот трепещущая тема. А вот еще у меня вопрос лично у меня возникает. У меня были девочки, которые профессиональные спортсменки, или люди, которые, женщины, которые очень интенсивно прям занимаются спортом, но чуть ли не каждый день, два часа тянут железо там, ну вот такие вот фанатичные спортсмены. У них очень часто проблемы как раз с менструацией, с регулярностью, с качеством менструации. Как влияет вот так спорт, что у них начинаются вот такие дисбалансы? И что ты посоветуешь им, как врач-гинеколог, как регулировать это, если они не хотят отказываться от такого обильного спорта? Тут надо уточнить, потому что многие профессиональные спортсмены, идя к каким-то суперрекордам, по большому счету, это их цель жизни, это та планка, которую они, может быть, мечтали десятилетиями достичь. И на этом этапе могут подключаться дополнительные методы по достижению того уровня. А это спортивное питание, возможно, какие-то анаболические включения в этом питании. Это все проандрогенные такие варианты, которые, то бишь, усиливают выброс андрогенов, тестостерона, андрогенов-наточников. Это достаточно положительно влияет на силу мышц, на, соответственно, ту часть вопроса, которую они решают в спортивном плане. Но это беспощадно вклинивается в баланс гормональный. И я видела многих девочек, женщин, которые в стремлении достичь каких-то определенных форм жертвуют, ну, даже своим здоровьем. Тут надо понимать, что все-таки для них главное, на каком этапе жизненного пути они находятся. И если они все же принимают решение после беседы на эту тему, что все же они достигнут определенных успехов в спорте, потом все-таки нужно как-то немножечко уходить от такого активного употребления и питания, собственно говоря, и добавок, и, возможно, чуть уменьшить нагрузку физическую в силу того, чтобы вернуть, дать возможность репродуктивной системе, эндокринной системе вернуться в обычный режим работы. Потому этим людям я советую сначала выделить главное в их жизни, что у них на кону в первую очередь, и не забывать о том, что для любой женщины в конечном итоге должно быть главным это рождение все-таки здорового ребенка, хотя бы одного. Ну, мы все разные, и карьеристки, и те, которые все успевают, и спортсменки, и, в общем, все в любом случае очаровательные девочки, мы об этом должны не забывать. Поэтому все в умеренном количестве, все для того, чтобы не навредить здоровью. Ну, я считаю, это важно. Нюансы бывают у каждого. В любом случае, нюансы все же под контролем докторов. Я понимаю, что спортсменки не идут по жизни самостоятельно, у них есть тренера, у них есть спортивные доктора, которые должны быть тоже активно в этом участвовать. Не факт. Потому что я сталкивалась. Ну, так хотелось бы, так хотелось бы, чтобы было бы. И в любом случае, эта упорность в определенных занятиях, она должна быть подконтрольна медикам, и она должна быть дозированной. Понятно? Вот так. При том, что спорт очень люблю, хвалю, кто ним занимается, и активно стимулирую к занятиям спорта. Я всегда говорю, что фанатичность это показатель антинормы, то есть это неправильно. Ну, в принципе, да, согласна. Если вы видите, что спорт влияет на ваше здоровье как-то негативно, то нужно подумать, стоит ли столько этого спорта применять. Ну, и, естественно, силовые нагрузки для женских органов таза, мне кажется, что это тоже не факт. Все дозировано. Дозировано. Все дозировано должно быть, да, постепенно, без каких-то скачков и физических рвений. Веса должны быть постепенно, соответственно, наращиваться совместно с правильностью исполнения упражнений. Но это уже несколько не мой профиль, такой любительский подход, но явно, которое я вижу, что это может повлиять и на строение позвоночника, и на другие органы. Поэтому, безусловно, самостоятельно какие-то чрезмерные усилия предпринимать просто неразумно. И в спорте очень важно, на самом деле, развивать все мышцы, интимные в том числе. И когда вы берете веса, да, приседаете со штангой и так далее, не забывайте сжимать интимные мышцы. Это, по крайней мере, блокирует, да, провоцирование опущения органов, да, наших женских любимых. Поэтому, девчонки, на из фитнес. Так, болезненные месячные могут быть симптомом заболевания? Абсолютно точно. Тот миф, который, ну, по сути говоря, это состояние настолько интимно, что многие девочки считают, что это их судьба, это их рок, особенно, если мама скажет, и у меня было так же, вот выйдешь замуж, все пройдет. На самом деле, это миф. И болезненными, месячными, так, чтобы приходилось регулярно употреблять препараты обезболивающие, не есть нормальным. Особенно в тот период прогрессивного развития медицины, когда на этот счет масса предложений, и по большому счету это, опять же, у нас не развивается все в момент. Это вариант снежного кома, какая-то проблема, усугубляясь нерешенная, приводит к более сложным нюансам. Поэтому болезненные, месячные терпеть абсолютно не стоит, не нужно, и это не есть норма. Хорошо. Скажи мне, вот по моим 12-летним наблюдениям, приходили девочки с болями. Гинеколог говорит, все норм, она здорова, но месячные болезненные, настолько, что ей ничего уже не хочется в этой жизни. Она начинает заниматься интимной гимнастикой с тренажером, проходит месяц, и ее боли уходят навсегда. Что это значит? Это значит, что доктор, который консультировал пациентку изначально, либо не обладает тем опытом видения широкого в этой области, либо не хочет зреть глубоко в куре. Я абсолютно точно уверена, что болезненным, месячным, ну, в общем, предшествуют какие-то определенные изменения. Не всегда, даже органического характера. Органическое – это то, что мы можем увидеть глазом на УЗИ, в кольпоскоп и так далее. Усугубляться в нюансы сейчас не буду. Кроме того, надо понимать, все, что касаемо наших гормонов, это отдельная невидимая часть вопроса. То есть, если они нарушены так и давно, что уже мы видим глазом изменения органов, ситуация та, что требует кричащей помощи. Если мы слышим пациентку, хотим слышать ее жалобы, мы должны подозревать, пока гормональные какие-то нарушения взаимоотношений одних органов с другими. И как раз сама менструация, сам процесс ее возникновения, это самопроизвольное преломление сосудово-эндометрия в результате выброса определенных гормонов. То есть, если за 3-4 дня воспрепятствовать этому резкому выбросу гормонов, месячные болезненные быть не будут. То есть, опять же, такой легкий нюанс, не пить таблетку через желудочно-кишечный тракт проходящий, а, допустим, рактальная свеча. Либо мы должны понимать, что, безусловно, наш репродуктивный цикл и строение наших органов, особенно в молодом возрасте, зависит от регулярности половой жизни и, соответственно, от качественности этой половой жизни. И зачастую многие доктора не уделяют этому внимания, а это очень неплохо заметно по состоянию вен тазового дна, вен связок таза. И они порой являются первыми предвестниками возможно так называемого тазового застоя. Это проблема женщин, мужья, у которых моряки либо длительные командировки. И вот тут в вашей ситуации как раз это была моя находка благодаря тому, что я сопровождаю ваши курсы. Была моя находка, что как раз регулярные половые отношения качественные собственно в семье либо регулярный секс-фитнес, то бишь упражнения связанные с работой вагинальных мышц ведут как раз к разгрузке связок малого таза и, соответственно, нивелируют застой вен в этой области. И потому у девочек после месяца двух регулярных занятий исчезает болезненная месячная. Это логично, это нормально и это здорово, потому что на самом деле помимо того, что они улучшают качество вагинальных мышц и их тонус, они по дороге решили для себя определенную проблему, не зная даже о том, что решили ее сами. То есть это прекращает развитие той проблемы? Мало того, что это нивелирует, то бишь лечит по сути, убирает проблему. Кроме того, это и является дальше профилактикой, потому что любые вены имеют стенку, в стенках клапаны, то, что не работает, растягивается, соответственно, утончается стенка, способна к варикозу. То, что мы с помощью своих ног, мышц ног во время ходьбы, спортивных занятий помогаем мышцам и венам прокачивать кровь, то в половых отношениях, собственно, в тазовых венах несколько другие взаимоотношения. И тут ваши тренажеры и ваши упорные советы и упорный труд девочек позволяет самой себе решить многие вопросы. Класс! Спасибо большое! Просто мы все время говорим об этом, хотелось услышать научную точку зрения, то есть именно правильно озвученную, потому что мы все-таки не гинекологи, хотя... Всегда готова! Да, но у нас есть такой помощник, такой ангел-хранитель, и я очень благодарна тебе за уделенное время. Девчонки, мы будем продолжать, мы обязательно еще несколько раз с вами встретимся, с Татьяной, вместе, и ответим еще на ваши вопросы, а на сегодня все. КОНЕЦОНОВА